Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы продолжаем прохождение игры под названием Night vs Giant, в которой нужно убить максимально большого чувака, который похож на ребёнка, на большого ребёнка, короче, просто нам надо его убить. Как вы видите, я смог неслабо прокачать своего мега-рыцаря, и он уже может показывать неплохой результат, но, разумеется, идти на самого большого чувака в мире ещё рановато. Думаю, стоит сделать пару кружков вокруг моей первой зоны, где обитают синие слаймы, заработать ещё, ну, несколько тысяч бабосиков, несколько тысяч монет, и тогда мы уже отправимся пытаться его уничтожать. И знаете, чё я заметил? Даже при таких жёстких прокачках, которые есть у меня сейчас, красные слаймы до сих пор остаются слишком непобедимыми для меня. Они очень больно бьют, они долго умирают, и совсем не рожают золото для меня, чтобы я мог его забрать. Короче, качаться на них максимально неэффективно, как по мне. Может быть, я делаю что-то не так, может, я что-то не понимаю, но... Результат слабый, результат слабый. А здесь, посмотрите, как быстро увеличивается сумма моих денег. Просто молниеносно. За скоростью света деньги растут и растут, я не успеваю даже их тратить. Ладно, я успеваю их тратить, мне ещё много чего нужно купить. Например, я бы хотел прокачать атаку до самого конца, а стоит это 9 тысяч. И, возможно, после прокачки этой атаки я уже пойду попробую убить гиганта. Правда, знаете, что я думаю? Мне, скорее всего, стамины не хватит. Стамину я не то чтобы сильно прокачивал. В общем, ну посмотрим, посмотрим, посмотрим. Попытаться явно определённо точно стоит. Так, глядите, меня практически не пробивают синие слаймы, а я убиваю их за несколько ударов. Атака 300, это очень много. Ловкость тоже я поднял неслабо. У меня теперь персонаж перемещается очень-очень шустро, и это радует. Уже, уже 5 тысяч рублей. Всего лишь за минуту где-то. Очень хорошо. Очень-очень великолепно. Ну что ж, гигант. Я думаю, он уже трепещит. Он уже трепещит передо мной. И знает, что смерть его близка. И полна ужасов. Ха-ха-ха. Так, ещё несколько слаймиков здесь. И нижняя половина, считайте, уже зачищена. Такс, 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 такс. Монетки. И, блин, когда темнеет в этом мире, ни херашечки не видно. И монетки могут от меня ускользать. И я не хочу, чтобы так происходило. Все монетки здесь принадлежат мне, только мне и мне. Не, ну и рыцарю, и рыцарю. Мы их делим напополам. Хотя он собирает всё себе. Мерзкий рыцарь. Хоть я его и люблю, но всё равно мерзкий. Вот бы из экрана высыпались золотые кулоны. Дублоны. Это было бы здорово. Это было бы здорово. Ну ладно, это всего лишь мечты. Может быть, когда-нибудь появятся какие-нибудь технологии, которые позволят просто-напросто материализовать вообще любую вещь, о которой ты можешь подумать. Это было бы шикардосно. Да, все люди бы жили очень-очень счастливо. Когда, прикиньте, каждый имел бы то, что он хочет иметь. Абсолютно каждый. То есть и просто захотел, и всё, и получил. И это идеальный мир, идеальное общество. Никто никому не завидует. Никто никого не пытается обокрасть. И всё великолепно. Да. Доживём мы до этого времени? Вряд ли. Надеюсь, но вряд ли. Скорее всего, такие технологии ещё даже и не разрабатываются. Хотя, блин, как это можно было бы разработать? Так, окей. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Не, ну если мы сможем как-нибудь использовать тёмную материю или чё-нибудь в этом духе, может быть, это и стало бы реальностью. Давай-давай, погибайте. Погибайте, погибайте, погибайте. Осталось буквально несколько слаймиков. И даже если бы это стало реальностью, ничего бы нового не появлялось. Потому что люди бы вообще перестали бы работать и... Хотя нет, есть же энтузиасты, которые просто делают ради того, чтобы делать. Монета, смотрите, куда забралась. А не ради какой-то прибыли. Творческие люди, да? Гении, гении, которым нужно именно исследовать. Великие люди на самом деле. Такс, у меня 11 тысяч рублей. Даже чу-чуточку больше. И атака у меня теперь максимальная. Бэмс, максимум, шикардос. Также мне говорили, что где-то здесь можно получить какие-то дополнительные монеты за ачивки. Нет, никто мне монеты здесь не дает. Я хочу их получить, но нет. Ну чё, погнали, погнали. Посражаемся с гигантом. Может быть, даже получится его убить сразу же. Без дополнительных прокачек. Такс, обхожу красных слаймов стороной. И встречаемся лицом к лицу с этой сволочью. Ну, вроде бы как, вроде бы как. Я довольно неслабо его дымажу. Правда, он дымажит меня тоже неслабо. За два удара он может меня убить. А как его убивать? Сколько времени придётся его бить? Да бейся, бейся же. Блин, по 50 хп он мне сносит. Это очень странно. У него восстанавливается хп? Не, хп у него не восстанавливается. То есть за несколько заходов можно его было бы убить. Но он меня ликвидировал. Забыл подлечиться. Жалко, ладно, не буду туда возвращаться за своими монетами. Я быстрее этот косарь заработаю, в общем-то, тут же. Такс, жаль нет вот регенерации хп, да, такой прокачки. Это было бы круто. Но броня не влияет на него. Ну, за пару заходов, вроде бы как я ему тысячу хп уже снял. У него всего 10 тысяч. Мы его уничтожим. Надо будет сейчас прокачать броньку. Надо будет прокачать, я не знаю, спецатаку можно было бы прокачать. Но против него она будет стопудово неэффективна. Она больше нужна для уничтожения больших массивов врагов. Чисто для зарабатывания денег. О, у меня уже 3 тысячи. А именно как дэмэдж, там дэмэджа будет. Ну, 500 может быть при максимальной прокачке. Ну, 600, я не знаю. Нет, если деньги будут лишние, можно попробовать. Но денег лишних вряд ли у меня предвидится большое количество. Такс, 4 тысячи рублей. Такс, мне нужно прокачать броню. Броня, по-моему, последняя прокачка стоит что-то около шестерки. И знаете, как приятно, когда ты что-то где-то докачиваешь до упора, до максималки. Особенно если это прокачка атаки, которая была самой дорогой всегда. И теперь она прокачана. И прям вот как-то думаешь, во, пол, дело сделано. Ты уже на полпути к победе. Великолепно. Так, сколько у меня атака? 320 хп я снимаю за удар. Очень много, очень-очень много. О, снизу слаймы уже появились. Ну ладно, я по старой доброй традиции своей, по старой схеме, просто бегаю по кругу. Ну, вы уже поняли, как, да? Пробежался снизу, поднялся наверх, всё зачистил и как раз оказался возле своего магазина, где можно заработанные деньги успешно потратить. Такс, и... Еду у меня уже 10, да? Можно, в общем-то, было бы, наверное, и с этими прокачками его убивать. Просто пошёл, немного побил, потом пофармил еду, снова подошёл, снова побил. Стамина-то особо и не нужна, потому что, ну, как вы видели, стамины у меня хватает. Я не могу её просто потратить никогда. Просто вот, всё. Так что, какой смысл в этом? Если бы от этого зависела регенерация хп, так другое дело. А так, только регенерация энергии. Такс, эм... Семёрис, да, уже? 7600. Отлично. Ох, здесь пару слизней осталось, и мы уже снова возле своего законного жилища. Может быть, даже сейчас и пойду его уже уничтожать. Гиганта этого без дополнительного заработка должно получиться. И как раз за тысячу броня будет работать новая или нет? Или результата не будет более хорошего? Такс, ещё бы прокачку стамины всё-таки сделать. Я, может, буду фармить деньги на красных слаймах. Кто знает. Чтобы докачать уже до конца ловкость и скорость. Такс, за один заход у меня получилось уже 8 тысяч с лишним. То есть, тут касает то, что я потерял, но это вообще... Вообще несущественно. Я не сильно огорчён был. Ой-ой-ой, сколько же вас здесь? Сколько же вас здесь? Сколько же вас здесь? Собирайтесь все в кучу и умирайте. Сколько денег я заработал за заход? Ну, десятка получается, да, где-то? Грубо говоря, да, если округлить, десяточка. Такс, что мы качаем? Ну, разумеется, качаем, блин. Ну, защиту давайте. И выносливость. Хорошо, декстерити останется, одна прокачка. Ловкости останется, две прокачки. Выносливости останется, одна прокачка. Ой, использовал случайно супер-атаку. И у меня быстро пипец стамина восстановилась. Мгновенно практически. Такс, а у нас же броня до конца докачана. Можно пытаться убивать красных врагов. Ну, посмотрим. Малыши, давайте. Ой, какие же они всё-таки жирные. Даже самые маленькие. Жесть. Сколько денег из них будет падать? Ну, вроде неплохо, слушайте. А вроде довольно неплохо. Если так уж что-то пошло, прям реально вроде бы неплохо. Пробивать они меня, в общем-то, не пробивают. А вдруг это дети этого гиганта, да? Он просто рожает красных непонятных слизней. Ахренеть, больно-то как! Ууу! Очень жёстко, очень жёстко. Чуть не погиб опять. Но денег заработал реально много. Такс. А вот с большими связываться стоит или не стоит? Давайте немного побьём гиганта. Ой, я тут ещё поубиваю маленьких. Потом пойдём немного побьём гиганта. Давай, не переключайся, экран. И побежим назад, что-нибудь ещё прокачаем. Для финальной битвы. А! Как же дымажат! Охренеть! А денег-то сколько? Уу-ху-ху! Уу-ху-ху! Ну чё, балбесик! Лысый, большой балбесик. Что у тебя с глазами? Давай, бей! А, он помазать по мне ещё может? Я могу уворачиваться как-то? Кстати, да, он меньше начал урона наносить. А как уворачиваться от его атак? О, вроде бы не попал. А я тоже по нему попасть не могу. А чё я... А вот. Давай, иди сюда. А, можно уворачиваться, реально ведь? Мы сейчас его забьём. Да иди сюда, он там почему-то нет. А нельзя его атаковать, только здесь. Ай, больно. А! Да, хватит, блин, на это! Атакуйся! Чё ж ты не атакуешься? А что суперудар ему сделает? Ну, мало дэмэджа. Суперудар нанёс, конечно же. Ну, смотрите-ка, сколько мы уже четверть, по-моему, сняли, да? А чё я? А где я вообще? А вот я, за спиной у него. Вот четверть сняли, давай. Иди сюда, подходи, блин. Надо, короче, здесь его ждать. Иди сюда, ну дебил ты. Ну ты ж дебил! Иди сюда. А! Ты ж замучаешь меня. А? А чё я опять не могу его атаковать? О, дэмэдж нанёсся с задержкой какой-то. Очень странно. Ладно, у меня сейчас почти хп закончится. Придётся идти дальше качаться и... Последняя банка, ещё один удар он мне сделает. И надо удирать отсюда. Всё, я пошёл. А-а-а! Нет! Собака ты! Сволочь! Три тысячи рублей просрал! На ровном месте. Да ну нахер! Блин, пипец. И вот это вот меня бесит, что я не... Я вроде его атакую, должен атаковать, а потом перестаю атаковать. Это жёстко. Деньги-то я свои заберу. Они законно мне принадлежат. Иди сюда. Всё, я убегаю. Не знаю, там, конечно, у меня много... Да, не всё собрал далеко. Жесть. Придётся возвращаться назад. Без хилок я ничего не могу сделать. Надо зарабатывать хилки. А из этих чуваков ножки падают? Да, в общем-то падают. Можно и на красных слизнях заработать. Немного ножек. Ну, долго ли, коротко ли будем убивать его? И в итоге, я думаю, убьём. Так, две ножки уже есть, слушайте. Так я могу не отходя от кассы, как бы, всё это делать красиво. Ну, в прошлый раз я затупил. Я думал, успею удрать, но чё-то как-то не успел. Грустно, конечно, это было осознавать. Пробивает он очень сильно. Два удара делает, я умираю. Два удара делает, я умираю. Очень жёстко, очень жёстко. Что ещё в битве с ним мне может помочь? Я даже и не знаю. Так, ладно, пять ножек есть. Погнали ещё немного повоюем. Потом побегу домой, что-нибудь ещё прокачаю. Иди сюда. Ну вот, я стою и то атакуется, вот я не меняю даже позиции. То я могу его бить, то не могу. Что, как это работает? Как можно по такому гиганту промахиваться? Вообще непонятно. Давай. Так где я вообще? Нихера себе. Вот глючит, глючит этот босс почему-то. Давай, давай, давай. Всё, я удираю. Ну тебя в жопу. Ну тебя в жопу, мне нужны ещё хилочки. Добуду я их, пожалуй, где-нибудь здесь. Так, ночь наступила, блин. Меня бесит ночь. А, уже, в общем-то, утро, пока я сражался с ним. Ночка-то полностью и прошла. Так, две ножки уже имеются. По дороге домой ещё добуду немного ножек. Побиваю синих слаймов. И всё будет здорово. Так, друзья, давайте я пока вас ставлю на паузу. И немного прокачаюсь. Ну что ж, друзья, я несколько заходов ещё на него сделал. Очень сильно покалечил. Заработал деньги, запасся куриными ножками. И теперь я могу смело заявить, что мы его сейчас добьём. Правда, деньги я не знаю, куда потратить. Но давайте так и быть. Прокачаем несколько раз специальную атаку. Сколько она демоджа наносит? Нифига, так она реально много демоджа наносит при сильной прокачке. Что ж, это здорово. А что, если я использую её в большом количестве слизней? Например, больших слизней. Чё произойдёт? Ну-ка. О, не слабо. И площадь воздействия тоже великая. И очень большая. Блин, если бы я знал, я бы раньше прокачивал эту штуку. Я думал, там просто первые прокачки совсем нихера не давали. И я считал их бессмысленными. Смотрите, как сейчас круто всё это. Ещё один удар. Бэмс. Даже таким ударом я могу бить босса, практически не потеряв здоровье. И я буду знать, что я всегда в него попаду. Но давай протестим. Первый удар, пошёл. Бэм. Второй удар. Бэм. Два удара я успел сделать. Давай ещё. Хилочка. Ещё. Бэмс. Не слабо. Ещё. Бэмс. Ещё. Последний раз. Не, не последний раз. Сейчас будет последний. Ну всё, молись. Молись, молись и умирай. Ха-ха-ха-ха-ха. Да. Ууу. Завалили, друзья мои. Завалили. Даже и не верится. Вэх. Ну что, я заработал 33 ачивки из 45. Потребовалось мне 38 дней. Синих монстров я убил 2500. Красных монстров я убил 131. Смертей 3. Золото насобирал в итоге непонятно сколько. Написано 6772. Ну, не суть. В общем, босса мы завалили. Ничего в конце особо интересного не произошло. Просто какое-то удовлетворение. Ну, и если вам понравилось, вы можете поставить лайк, подписаться. С вами был Перпетум Ильюжи Александр. До новых встреч. Всем удачи. Всем пока. Счастья вам.